Банки обяжут выкупать обратно продукты, проданные обманным путем. Например, когда под видом депозита сотрудники оформляют вкладчику страховку. Соответствующий законопроект планируется принять уже в апреле. Отмечу, что в прошлом году в Нацбанк по республике поступило 142 жалобы на навязывание услуг. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, также Центробанк получит возможность запрещать продажи определенных продуктов, если при заключении договоров клиентам предоставляется недостоверная, либо неполная информация о возможных рисках. Новые правила позволят снизить навязывание услуг, а также повысит информированность потребителей о финансовых продуктах. Мера, которая сейчас обсуждается в рамках этого законопроекта, для того, чтобы банки действительно не были замотивированы продавать то, что людям не нужно, и давать им неправильные сведения, ложные посуды. То есть, в целом, это, конечно, будет работать на защиту прав потребителей финансовых услуг, и на то, чтобы банки сами, самое главное, что сами банки были замотивированы не продавать то, что людям не нужно, чтобы они не пытались на этом заработать высокие комиссионные доходы, а работали над туристическую ценностью. Ну и напомню, ранее мегарегулятор ограничил продажу начинающим инвесторам сложных финансовых продуктов. В 2020 году их число выросло на 5 миллионов, до рекордных 8 миллионов 800 тысяч. При этом новичкам фондового рынка начали предлагать сложные инструменты, которые несут высокие риски потери денег и разочарования в фондовом рынке.